небольшое видео о том как я играю мелодию керести какой-то определенной композиции на самом деле не существует есть набор аккордов которые я использую и которые потом и комбинирует такая во многом импровизация конечно инструмент настроен в диатоническом звукоряде на случай вторая струна это первая ступень до до ре ми фа соль ля си до седьмая ступень обычно не пониженная ну и бурдон бурдон настроен в терцию первой ступени то есть он на октаву ниже шестой ступени первый аккорд будет выглядеть так мы пальцы лев руки ставим поверх струн ну собственно безымянный палец у нас стоит на второй ступени потом третья ступень свободная средний палец на четвертой указательный на пятой потом шестая свободно седьмая закрыта большим пальцем вот и восьмая ступень свободно и играем и от третьей ступени второй аккорд который использую большой и указательный пальцы смещаются одновременно на одну позицию вверх соответственно закрыты будут шестая и восьмая ступени а пятая и седьмая открывается соответственно также играем а третьей а третьей ступени потом все три верхних пальца лев руки смещаются на позицию теперь вниз одновременно все три то есть средний встает на третью ступень указательный встает на пятую ступень а большой на седьмую ступень соответственно у нас звучат четвертая шестая и восьмая а потом возвращаемся в первый и одним движением движением среднего пальца просто на ступень на сторону выше так получается потом к этому я начинаю прибавлять подщипывание которое соответственно происходит между ударами правой рукой большой палец подщипнул прихожу на второй аккорд указательный и в первый возвращаюсь или вот еще так можно сыграть первый кстати можно играть и по всем струнам я вообще по-разному играю под настроение поэтому хотя большие записи я начинаю только с верхних струн можно сыграть все струны одновременно вот такой вариант потом большой большой палец седьмую шестую подщипывает и пальцы приходит в второй аккорд потом большой палец восьмую третий аккорд тут указательный подщипывает пятую и все в первый аккорд возвращается ну так вот тот первый аккорд уже играем без восьмой ступени конечно потом я уже играю с переборами левой руки соответственно тут у нас работают в основном большой указательный средний вот в первом аккорде так звучит потом приходим во второй здесь только вот в третьем аккорде как можно видеть только указательный вот сейчас безымянный сыграл но звучит не очень в четвертом заключительном аккорде только большим указательным и и и и и и и и на некоторых записях есть еще вторая часть этого произведения и тут мы уже приходим на нижние струны в большей степени значит начинается с того же самого первого аккорда потом средний безымянный уходит на позицию вниз то есть закрывают безымянный первую среднюю третью ступень далее безымянный перемещается на позицию вверх закрывая вторую ступень потом безымянный возвращается на первую ступень а указательный переходит с пятой ступени на четвертую ну тут и большой палец тоже переходит одновременно и потом все пальцы возвращаются в первый курс и 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 ну как видно я очень много комбинирую импровизирую вот и в общем то в этом и большая радость у меня от музыки играть не какую-то определенную композицию а импровизировать Конечно, композиции, наверное, выдерживать довольно сложно Это, с точки зрения музыканта, вообще серьезное занятие Следовать композиции особенно сложной Но здесь можно составить композицию Она будет простой И это, на самом деле, будет несложно Но когда играешь импровизации И пытаешься как-то через эту музыку показать свои эмоции То, конечно, импровизация имеет большее значение Не знаю, если остались вопросы, их можно мне еще задать Надеюсь, более-менее понятно объяснил К сожалению, более подробное видео пока записать не могу Так как не очень у меня много свободного времени А чтобы записать хорошо, надо очень много заниматься монтажом Поэтому так вот, куротко Не знаю, было ли видно струны Свет, конечно, падает Да и струны плохо видны, к сожалению, на этих гуслях Такие дела Ну, ладно, ладно